Всем привет! Я Александр Горбунов, Сталин ГУЛАГ, и сегодня мы поговорим о защите. 14 февраля в рамках акции «Любовь сильнее страха», проведение которой объявил штаб Навального, по всей стране на улицы вышли люди, чтобы посветить фонариками. Но тут же ушлые пропагандисты начали усердно подсчитывать, сколько людей вышло на самом деле на улице. Поскольку в каждом отдельном дворе не так много активных граждан, картинка получилась не такая уж внушительная, как если бы все они собрались в одном месте, например, на какой-то площади. Именно этим пропаганда и воспользовалась при своих лжевых подсчетах. На самом деле совершенно бессмысленное занятие это все считать, потому что это не имеет значения, сколько людей выходит на протестные акции. Куда более важен тот факт, что за власть не выходит вообще никто. Так что даже если против власти выходит всего один человек, это уже преимущество в 100%. Это совершенно очевидно, и именно об этом, мне кажется, важно говорить. Впрочем, даже если бы вообще никто не вышел, избылись самые оптимистичные прогнозы Владимира Рудольфовича Мудозвона, акцию все равно можно было бы считать состоявшейся. Потому что когда мы все увидели реакцию условного коллективного Петра Толстого, который как раненый в жопу олень, начал верещать о том, что на лучи от фонариков тут же высадятся солдаты НАТО, что фонарики вызовут сатану, начнут еще одну эпидемию, или случится еще что-то страшнее, это было бы так приятно и воодушевляюще, что да, акция безусловно состоялась, и эффект неоспоримый. Мы увидели, что власть настолько боится любого проявления протестной активности, власть так отчаянно пытается помешать малейшей гражданской солидарности, что вот даже такая, казалось бы, на первый взгляд наивная акция, и то произвела колоссальный эффект, заставив целую машину пропаганды и чиновничества работать на износ. Мало того, что они выпускали всевозможные указнивки, заставляя преподавателей и учителей запугивать молодежь, так в некоторых учебных заведениях, как, например, в Брянском государственном университете, там студентам не просто запретили пользоваться фонариками, лампами и, наверное, даже свечами, но и запретили выходить на улицы в минувшее воскресенье, пригрозив всевозможными страшными карами. То есть Ильич у нас в Мавзарее так и лежит, а его лампочка попала под тотальный запрет. Ну и возвращаясь к условному Петру Толстому, который я сравнил с раненым жопом оленем, хочу сделать небольшой дисклеймер. Важное примечание, что это ни в коем случае не попытка оскорбления представителя власти, а наоборот комплимент. В отличие от депутатов, олень – это животное благородное. А если еще и раненый, то это благородно вдвойне. Ну, поскольку, как мы знаем, любая трагедия осмысляет жизнь. К тому же мы не можем быть уверены, где именно олень был ранен. Это вполне могло случиться в бою с фашистами, и, может быть, в жопу раненого оленя стоило бы как-то наградить каким-нибудь орденом в какой-нибудь там 10-й степени. Учитывая, кому подобные награды присуждаются в принципе. Возможно, вы слышали, что буквально на днях орденом 2-й степени за заслуги перед Отечеством был награжден 23-летний певец Юркис. Знаменитый лишь тем, что 90% под его видео собирают исключительно дизлайки. Очевидно, его заслуга перед Отечеством заключается в том, что он как черная дыра вбирает в себя все эти дизлайки, которые в противном случае могли бы достаться пропагандистским роликам. Ну, или, возможно, его наградили за то, что его отец по традиции является близким другом Владимира Путина. В общем, тут совершенно непонятно, что выбрать. Все версии такие интересные и правдивые, что я теряюсь в догадках. Напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но вечером, 14 февраля, не остался в стороне и Дмитрий Медведев. В тот момент, когда все неравнодушные люди выкладывали фото с фонариком, Дмитрий Анатольевич в своем собственном инстаграме тоже выложил фото горящего фонаря. Под фото он, разумеется, написал, что вот зима, фонарь, аптека. А на самом деле Медведев последовал заповеди Моргенштерна и съел деда, встав на сторону народа. Так что поприветствуем его в рядах активно пролистующих людей. Кто знает, может быть, однажды, когда все наконец изменится, Дмитрий Анатольевич покажет нам скрин того, как он поставил лайк фильму о дворце Путина и поведает нам другие подробности тайной борьбы внутри бывшего когда-то тандема. Удивительная способность российской власти выигрывать все Олимпиады по идиотизму. Такое ощущение, что это бесконечный негласный чемпионат между ними и Александром Лукашенко. Учитывая, что из-за допинг-скандала Россию лишили возможности участвовать в спортивных состязаниях, а спортивный дух никуда не делся. Поэтому они пытаются соревноваться с соседом в идиотизме и принятии безумных решений. Мы хорошо помним, как совсем недавно в Беларуси усатый тиран так испугался БЧБ-флага, что после этого решил буквально истребить комбинацию этих двух цветов, чуть ли не закрашивая пожарные машины зеленой краской, только чтобы никто и ничто не напоминал о флаге свободной Беларуси. А после того, как Леонид Волков объявил об акции на 14 февраля, призвав людей посетить фонариками в одно и то же время, чтобы показать, как много среди нас неравнодушных людей, тут же началась настоящая каналия безумия. На первом канале рассказали, что несистемная оппозиция после подпитки от НАТО, естественно, от кого решил, вновь призвала людей на улице нарушать закон. Видимо, освещение фонариком в один момент стало приравнено к участию в митингах. Естественно, не остался в стороне и вечерний мудозвон, продолживший шпарить по всем известным методичкам, рассказавший, что любое, кто посетит фонариком, становится на сторону немецких диверсантов во времен Великой Отечественной. Кстати, универсальная вещь, что бы ни происходило, всегда находя отсылку к Великой Отечественной войне и притягивая ее за уши. В общем, Великая Отечественная – это настолько безразмерная сова, что натянуть ее можно буквально на все, что угодно. Страшно даже представить, чтобы они все делали и случились этой войны 75 лет назад. Даже может показаться, что у каждого пропагандона в спальне висит партвей Гитлера, на которой тот каждый день молится, ставит свечки, целует образ Адольфика и благодарит за нападение на Советский Союз. Потому что если бы ничего этого исторически не случилось, то им просто бы не о чем было поговорить. А так у них всегда есть фактура для сравнительного анализа. А вершином горы идиотизма покорил депутат Государственной Думы, о которой мы уже говорили, Петр Толстой. На собственном примере доказавшие, что даже у великих предков потомки могут стать депутатами. Сказал он следующее. Призывы светить фонариками в темноте. На самом деле это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. Конец отбитой цитаты. Мало того, что Петр Толстой откровенно неумный, даже можно сказать, идиот, так он оказался еще и лжецом. Нет, мы, конечно, не удивлены этим обстоятельством. Мы все-таки давно следим за российской политикой. Только вот нет никаких данных о том, что какие-то там коллаборационисты-перебежчики подсвечивали фонариками цели в блокадном Ленинграде. Это, видимо, черти подсвечивают фонариками мозг Петра Толстого, когда он хватает лишку на стойке боярышника и начинает визжать о поисках предателей и врагов. Как говорится, это другое. Мы же с вами не можем не помнить, как буквально на днях большое количество людей махало фонариками за Путина на Мамаевом кургане. Или как в прошлом году, в честь 75-летия Победы, прошла всероссийская акция, которая так и называлась «Фонарики Победы», призывавшая людей точно так же махать фонариками из окон. Тут дело только в том, что когда об этом просит власть, никто не собирается не то что включить фонарик, а даже просто поднять свою задницу с дивана. Потому что власти уже давным-давно нет никакого авторитета, нет никакой народной поддержки, и абсолютно никто их не слушает. И что бы они ни предложили, кроме услужливых дегенеративных особей, как депутаты или круглосуточные мудозвоны, их никто не будет поддерживать. Потому что одно дело, когда вы мажете фонариком за Путина, ну и там за Победу, и совсем другое, если вы решите помахать фонариком в качестве поддержки Алексея Навального и политзаключенных. Или даже не сколько Навального, сколько просто показать, что вы не одни, что ваши мысли, ценности и желания разделяют тысячи и тысячи людей по всей стране. И вот когда видишь все эти визжащие рожи, хочется взять уже не просто фонарик, а огромный прожектор, чтобы светить им во всех этих упырей и смотреть, как они скукоживаются от света и исчезают с нашей земли. Самая искренняя, чистая, честная и красивая во всех смыслах акция протеста 14 февраля называлась «Цепь солидарности и любви». Она прошла на Старом Арбате, где собрались сотни девушек и женщин разного возраста, которые держались за руки, развернув белую ленту. Акция была посвящена всем женщинам, полизаключенным, Юрии Навальные, Любови Соболь, Люси Штейн, Анастасии Васильевым и всем, кто сейчас находится под прессом нашего государства. Акция была настолько яркой и символичной, что об этом обязательно нужно поговорить. После ее проведения активизировалось так называемое «Мужское государство» во главе с их главупырем Владиславом Позняковым, который начал опубликовать личные данные участник акции, писать им в личку угрозы, обещания скорой расправы и прочей гадости. Стоит ли упоминать, что правоохранительные органы сделали вид, что ничего не происходит и совершенно не на что обращать внимание. Что выглядит еще более позорно на фоне визга самих силовиков, когда буквально их начали динонить и выкладывать данные в сеть после их доблестных выступлений на акциях протеста. Помните, как они испугались и заверещали «Спасите нас, спасите!» Тут выкладывают вконтакте наши фотографии и говорят, что мы бьем безоруженных людей на улице. А тут, когда стая хамевших и обезумевших от безнаказанности тварей пишет девушкам, что найдет их, будет бить, убьет, тут вода делает вид, что так и надо. И говорит, когда все эти ужасы произойдут, тогда и приходите. Вот и все, что нужно знать о бравых охранителях и храбрых защитниках. Оказывается, храбрый у нас не силовой аппарат, а беззащитные, хрупкие российские женщины, которые еще раз подтвердили, что это именно они являются спасением и опорой России, как они уже неоднократно ее спасали, так, очевидно, спасут и еще раз. Ну, а вестник оптимизма посылает им лучи поддержки, а тем, кто пытается их травить, конечно же, карма со всеми разберется. Нить каперереросток выводил соловьиные трели, в деревне славился умением подожрать птичьим голосам на все лады. Иногда в темноте я пробирался в деревню, в соседнюю избу, так как боялся идти домой. Хлебал холодные ищи, принесенные матерью, а потом возвращался в лес. На блокпостах и заставах была тяжелая обстановка, землянок там не было, еду готовили сами, дежурили по два-три дня. Потом менялись, захватывали немецкие обозы вместе с партизанами, такими же подлезками, как я сам. Нет, вы знаете, я не сошел с ума и не начал вам зачитывать рассказы времен Великой Отечественной. Все, что вы сейчас услышали, было сказано на ставшем уже бесконечном суде о клевете на ветерана, за который сейчас пытаются осудить Алексея Навального. Весь этот текст зачитал прокурор. Даже не спрашивайте, какое это имеет отношение к делу о клевете, думаю, что об этом не знает даже сам ветеран, который, кстати говоря, уже не просто ветеран боевых действий, но и ветеран прикрытия. В процессе суда, например, выяснилось, что предприимчивый внучок открыл на дедулю фирму по ремонту мобильных телефонов. Так что не спрашивайте, какое отношение имеют членовские воспоминания 95-летнего старика к этой пародии на суд. Все это не что иное, как пошлейший фарс. То, чему мы становимся свидетелями в процессе этого судилища, это просто позорный позор. Все происходящее настолько чудовищное, что необходимо об этом, опять же, говорить и заострять внимание. Потому что однажды потомки спросят, а как же вы могли во всем этом жить? Для того, чтобы знать, что мы им ответим, нам уже нужно сейчас об этом думать, потому что это сложный и длительный процесс. Так сразу ответ дать не получится. Вот вроде бы они взяли идеальную тему прикрыться ветеранам. После того, как из Дня Победы сделали культ, была создана целая религия, а ветерана приравняли к святым, это кажется абсолютно таким логичным ходом и беспроигрышным вариантом. Вот Алексей Навальный якобы со злым умыслом взял и оскорбил святого. И тут, казалось бы, дело абсолютно выигрышное. Взять и растоптать Навального, опорочить всю его репутацию, тем самым сместить повестку с аквадискотеки, чтобы больше никто не замечал, как на шесте под дым кальяна крутятся целые миллиарды бюджетных средств. Но нет, даже из такой на стопроцентной выигрышной темы они умудрились устроить позорное шапито. Навальный выжил после попытки убийства, уже после того, как его посадили, находясь в полном информационном вакууме, сидит в аквариуме и разъебывает не только систему российского кривосудия, но и всю эту многомиллиардную государственную пропагандистскую махину. Имея на руках все карты, они не могут превратить это шапито даже в судилище. Все это сюрреалистическое действие напоминает сценку в деревенском доме культуры. Потому что ни прокурор, ни судья, ни прочие участники этого гротеска не являются профессионалами. Даже в этой огромной системе с десятками тысяч вооруженных ОМОНовцев, неприкосновенными судьями, пытающимся уберечь прокуроров от неудобных вопросов, не давая слова ни Навальному, ни его защите, не слушая даже лингвистических экспертов, непредвзято заявивших, что все, что было сказано Алексеем, это не более чем оценочное суждение, не имеющие ничего общего с кривитой. Несмотря на все это, у них так и не получается превратить это даже в судилище. Вот смотришь на все это и не понимаешь, как эта система смогла управлять стороной более 20 лет. Если они не в состоянии провести это простейшее дело, то хоть как-то напугать, чтобы стало страшно, чтобы их самих не возили мордами по столу, чтобы они не выглядели жалкими. Они не смогли найти ни одного прокурора, ни одного судью, кто мог бы сделать из этого что-то, что хотя бы отдаленно напоминает страшный суд. Ну, так как было задумано изначально. Вы только посмотрите, вместо того, чтобы опорочить репутацию Навального, они просто еще раз окончательно дискретировали себя и выглядят полными мудаками. Образ огромной и сильной махины разрушается, а на его место пришел образ прокурорша, плачший на заседание под собственное чтение воспоминаний ветерана. Причем, плачший абсолютно лживо, потому что пропагандовские СМИ говорят, что она плакала навзрыд и вся заливала слезами, а медуза и РБК говорят, что ничего подобного не видели. То есть, единственное, что им осталось, это плакать, причем понарошку и причем только на нужные им камеры и рассказывать какие-то сказки. Система доказала, что в сегодняшних реалиях она абсолютно не идееспособна. То есть, любой адекватный суд какой-нибудь цивилизованной страны уже нанял бы им всем сиделку и отправил бы их в хороший пансионат. Ну, то есть, действительно хорошей, с корьяной и аквадискотекой, потому что в их сегодняшнем виде они не способны буквально ни на что. И когда через некоторое время, опять же, потомки, историки или кто угодно вас, меня спросят, как так получилось, что вы столько жили под управлением людей, которые ни на что не способны. Они даже один дворец за 15 лет не смогли построить без прессины. Они ни один судебный процесс не в состоянии провести. Вот что мы им ответим? Нам будет нечего им ответить. Это власть недееспособных импотентов, в которой только и остается стоять и плакать. 14 февраля в поддержку якобы оклеветного ветерана Игната Артеменко, проходившего потерпевшим по делу о клевете, в соцсетях начался флешмоб, участники которого должны разместить фотографию Артеменко с надписью «Я, мы, Игнат» и тегами «Защитим ветеранов» и «Я, мы, Игнат» Артеменко. Как выяснилось, акция была организована при участии Кремля. Источники в руководстве отделения партии «Единая Россия» в одном из регионов рассказал «Медузе», о разнарядке, полученной по линии администрации президента. Депутаты должны размещать посты в поддержку Игната в своих аккаунтах в соцсетях. По словам источника, упор должен делаться именно на защиту ветеранов. Источник пояснил, что цель данного флешмоба дискредитация Навального. Свой вклад в защиту ветеранов внесли участники российского движения школьников в Ленинградской области. В ночное небо они запустили 300 дронов с включенными фонариками, выложив из них надпись «Защитим ветеранов». А вот как живут ветераны, которые не пригодились для использования в политических целях? О том, как осуществляется их защита, можно узнать на примере 94-летнего ветерана из Москвы, который много лет со своей дочерью, внучкой и правнучкой жил в однокомнатной квартире, где он лично спал на кухне. Больше 10 лет он пытался улучшить свои жилищные условия. Он писал во все инстанции, просил, чтобы ему выделили другую квартиру и каждый раз получал отказ. Все эти годы он жил на кухне между плитой и холодильником, потому что конкретно этот ветеран не понадобился для прикрытия, его не бросили на Навального, его внучка не оказалась такой ушлой, чтобы сдать его в аренду и поднять это бабла. Поэтому этот несчастный ветеран так ничего не дождался. Он умер. До счастья получения квартиры взамен собачьей будки ветеран так и не дожил. А знаете, почему ему столько лет отказывали? Потому что по нормативам площадь квартиры была на 40 сантиметров больше положенной. Ну что тут возразишь? Вот какая квартира лишних целых 40 сантиметров в одной комнате несколько поколений. Вот и живи, дед, на кухне. В этой новости одновременно собраны все рассказы о защите ветеранов и о том, как за них все переживают. Как бы грустно это ни звучало, но в ходу только те ветераны, которых можно использовать в корыстных целях. И тот несчастный ветеран Игнать Сергеевич Артеменко, который сейчас судится с Навальным, а точнее вместо него судится, его тоже ждет незавидная участь. Как только судебный процесс закончится, о нем тут же забудут. Причем, я не удивлюсь, если и на деньги кинут. Хотя, ну чё, конечно, и алчный прохиндей, и, возможно, даже часть денег уже взял за недоавансом. На остальную часть денег его вполне могут и обмануть, ведь там акулы пострашнее. После того, как мы с вами обсудили особенности национальной справедливости, самое время поговорить о высоком. Уж сколько их предрекавших закат Европы, кто потом от головокружительных чувств патриотического величия, справляя малую нужду, терял равновесие и падал в грибную яму. Оказался в их ряду и Константин Богомолов, горюющий в своем манифесте о старушке, которую они потеряли. Только вы ничего не теряли, Константин. Хотя бы потому, что всегда воспринимали Европу как воспринимают заграничный курорт российские туристы, впервые туда попавшие. Как бар, где все включено. Только для вас Европа была таким фешенебельными отелями и уютными улочками с не менее уютными кафе. А ведь это именно та атмосфера, под которой вы сейчас насмехаетесь. Атмосфера равноправия и любви дала им жизнь. Уютные улочки смогли появиться только в результате атмосферы всеобщего равноправия, которую вы теперь презираете, навсегда прирутив себя к мысли, что существуют люди первого сорта, которым, разумеется, принадлежите вы, и все остальные. Что произрастает в атмосфере противоположной той вагон, с которой вы хотите отцепить? В атмосфере злобы и нелюбви можно увидеть, например, в Сабайкальском крае или в любом из ему подобных, коих на просторах нашей бескрайней родины нет недостатка. Расскажите про их игрушечный, эфемерный гулаг гражданам нашей страны, попавшим под настоящую, такую, которую вы, очевидно, только и считаете жизнеспособной репрессивной системой. Расскажите об этом тысячам мужчин и женщинам, которым ради повышения раскрываемости подбрасывали наркотики. Донесите эту мысль до людей, затравленных за их сексуальную ориентацию. Достучитесь до тех, над кем издеваются в тюрьмах и пытают в отделах полиции. Самый настоящий, непридуманный гулаг, которого вы не досчитываетесь. Если вы считаете, что развлекая вертухаев, сможете навсегда остаться на сцене, то, как показывает история, в том числе и нашей страны, путь от драм-кружка до карцера может быть весьма коротким, по той простой причине, что подданные свободы и либерализма в придворном российском интеллигенте не больше, чем у старшего лейтенанта любого ОВД за Урала. А единственная претензия к народу, стране и миру только в том, что он вынужден лизать сапог, а не быть этим самым сапогом. Ну, а теперь от пищи духовной к пище мирской. Как мы знаем из грустной статистики, большинство наших граждан работают буквально за еду. То есть вся их зарплата уходит на пропитание. И с таким же сожалению можно отметить, что пропитание это не самое лучшее. В основном потому, что качество продуктов в супермаркетах очень далеко от совершенства. Да и рацион у среднестатистического россиянина весьма бедный. Например, большинство наших граждан почти не употребляют рыбу. Измотря на то, что рыба это ценный источник белка, витаминов, минералов, необходимых для человеческого организма. Вот спросите себя, сколько раз в месяц вы едите рыбу? Если это хотя бы раз в неделю, то вас уже можно подчислить к среднему классу или даже может быть зажиточным. Ни для кого не секрет, что основной объем всей вылавливаемой Российской Федерации рыбы приходится на Дальний Восток. Это примерно 70% от общего годового объема. Так вот, раньше 70% от этих 70% российские рыболовецкие суда тут же экспортировали в Китай. Сейчас ситуация такова, что Китай взял и закрыл границы для российской рыбы. Транспортные суда, даже те, что стоят на рейде китайских портов, не пускают под разгрузку. Холодильные мощности на Дальнем Востоке уже забиты выложенной рыбой, сбывать которой попросту некуда. С начала февраля рыбаки уже уменьшают вылов, несмотря на разгар пути на Минтая, потому что рыбу негде хранить, необъятной сфер державы, ее некому и негде перерабатывать. Российская рыба Минтая и Иваси забиты холодильники Пусана в Южной Корее. Тем не менее, перенаправлять рыбу с Дальнего Востока в Центральную Россию никто не спешит. Более того, сейчас ведется активный поиск новых стран для экспорта российской рыбной продукции. Казалось бы, самое время обрадоваться. Великий азиатский господин отказался от нашей рыбы и теперь великому народу сердежавы наконец может хоть что-то перепасть. В какой-то веке появится возможность разнообразить свое питание. Но нет. Суда стоят переполненные, рыба пропадает, никому не интересно снабжать внутренний рынок, рыба же стоит дорого, ну и кто у нас будет ее покупать. Вот такие будни у нашего стремления вверх. Рыбы не видели и не надо. Рыбы даже есть, весна наступит, крапива пойдет, так что и проживем, и заживем, и протянем. Ну а теперь к новостям из области высоких технологий. Картофельный интеллект по имени Александр Григорьевич Лугабе рассказал, чем занимаются умные люди. Я не говорю о 12-х смартфонах и айфонах. Ради Бога. Звоните, хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим всем айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут эти, как они, эти телефоны кнопочные, а мы хайпятся и постятся. На самом деле Лукашенко не так уж и не прав. Он все-таки на передовой технологичного прорыва и процесса, потому что хотя бы пользуется кнопочным телефоном. В то время как его коллега из Кремля доверяют только бумажным распечаткам, на которых, как мы помним, он даже смотрит фильмы. Лукашенко понимает, что ему осталось недолгое, что это в прямом раскладе его последний срок, и он уже пробует себя в новом амплуа, в роли стендапера, чтобы когда его эвакуировать в Ростов или куда-нибудь в Подмосковье, он будет ездить по ночным клубам и работать в этом жанре, рассказывая анекдоты и истории из одноклассников. Кстати, о техническом прорыве. Недавно Илон Маск пригласил в Твиттере в новое моднейшее приложение Clubhouse Владимира Путина, попросив, чтобы Путин присоединился, чтобы что-то там с ним обсудить. Неизвестно, что Маск собирался обсуждать, может, он хочет похвастаться своими достижениями в космической отрасли и рассказать Путину, что батут все-таки работает и с его помощью можно прекрасно летать в космос, в отличие от Космодрова Восточной. Но уже сейчас можно предположить, что с регистрацией Clubhouse произойдет заминка, поскольку пока российские ученые еще не научились распечатать в режиме стрима и предполагаемый диалог рискует обернуться длительной перепиской в эпистолиарном жанре. Тем не менее, продолжаем следить за событиями и оставаться на острее новостей о новых технологиях. Ну, как вы понимаете, я не мог оставаться в стороне от моднейших тенденций и, конечно, Илон Маск меня в Clubhouse не пригласил, но я туда заявился сам. Поэтому, друзья, приглашаю вас завтра, в четверг, 18 февраля в 20.00 по московскому времени я там проведу стрим, или как он там называется, не знаю. В общем, вы можете задать мне любые вопросы, я вас тоже спрошу о чем-нибудь, будем обсудим последние события. Подписывайтесь, возможно, это будет интересно. Если это нам всем понравится, то подобные встречи в разговорном формате в режиме реального времени мы будем проводить регулярно. Ссылка в описании. Четверг, Clubhouse, 21.00. Я вас всех жду. А сейчас сбоку на экране вы видите запись торжественного награждения ОМОНовцев в Санкт-Петербурге. Награждение ОМОНовцев, которые избивали людей на улицах. Их награждали какими-то часами, видимо, для того, чтобы они помнили то знаменитое время и обязательно день и дату, когда они кому-то дубинкой проломили голову. Не исключено, что знаменитому, но оставшемуся неизвестному герою ОМОНовцу, отправившему в реанимацию 54-летнюю Маргариту Юлину, дадут даже две пары часов. Одну пару за отвагу, а вторую за самоотверженность. Ну, а я хочу обратить ваше внимание на то, что даже на церемонии награждения, даже, когда их чествуют и признут героями, вся эта позорная орда по-прежнему скрывает свои лица. Слушайте, если вы являетесь властью, и тем более считаете себя героями, ну, снимите маску, ну, скажите, да, это я разбивал головы мирным людям, которые вышли на митинги, да, это я тыкал в них табельным пистолетом, да, это я нанес удар каждой женщине ногой в живот. Скажите, это открыто и смело, скажите это в лицо, а вы даже на награждении не способны снять с себя маску. И кто вы после этого? Какое у вас есть юридическое или моральное человеческое право, называться не то, что представителем власти, какая из вас власть, когда вы действуете только под покровом ночи в маске, как самые настоящие бандиты? Разве они могут назвать себя даже гражданами России, когда они так стыдятся своих собственных поступков, настолько, что стыдятся даже своих лиц? они знают, что когда к ним придут их родственники, их друзья, их знакомые скажут, «Вася, вот какова тебе получать зарплату в 45 тысяч рублей за то, что ты разбиваешь голову своим соотечественникам за какие-то чужие дворцы и привилегии других людей?» Они знают об этом и поэтому они прячут свои лица. Пожалуй, это главный фундамент эпохи. Такой вот ОМОН, с которым вручают награду, а он при этом стыдливо прячет свое лицо, отводит глаза в сторону, потому что знает, что придет время, когда им спешно придется жить свои награды и грамоты, выкидывать, разбивать часы и будет пытаться доказывать и визжать, что на самом деле они на акции протеста выходили, что громче всех кричали, разумеется, что на стороне протестующих, а не в ряду садистов в масках. Еще немного о преступниках. Открытые медиа обратили внимание на то, что Росреестр заменил имя жены офицера ФСБ Константина Кудрявцева, того самого, которому позвонил Навальный и который в процессе общения буквально признался, что участвовал в операции по отравлению Алексея. Так вот, оказывается, в Росреестре имя жены Кудрявцева теперь заменено на Российскую Федерацию. То есть, теперь собственниками его квартиры значатся теща, сын и Российская Федерация. Ставшие распространенный пример, как только мы потихоньку начали прозревать и узнавать, каким невероятным количеством недвижимости обладают представители власти, все их имена, как по мгновению волшебной палочки, были заменены на наборы случайных цифр, букв, либо на феерическое обозначение Российская Федерация. Кстати говоря, случай с Кудрявцевым и его женой тот самый, когда это изменение как никогда точно характеризует происходящее в стране. Если бы его не было, его обязательно надо было бы придумать. Да, если бы для этого Навальному самому пришлось бы вылезать в Российский реестр и ввести это изменение. Потому что кто ответственный за его отравление? Ответственность подобного рода лежит не только на непосредственно исполнительной и даже не сколько на исполнительной, сколько на самом государстве. Таким образом мы с уверенностью можем говорить, что убить Навального пыталась сама Российская Федерация. И теперь, раз уж они сами на это указали, по сути, это можно рассматривать как чистосердечное признание непосредственно самой Российской Федерации. Любое даже незначительное происшествие, в том числе погодное явление в нашей стране всегда оборачивается невероятно по масштабу катастрофами и катаклизмами. Что бы ни происходило дождь, или ветер, или вот например выпал снег, внезапно снегопад в середине февраля буквально прорезовал Москву. Всем известно, что Москва это город, где 365 дней в году светит солнцем и даже ночью, поэтому снегопад случился очень неожиданно. Тем более для мэра, приехавшего из Тюмени. Никто не знал, что зимой бывает снег и что с ним можно как-то бороться. Огромный город не только погряз в пробках, но и были задержаны и отменены десятки авиарейсов. Перед вами на фото аэропорт Домодедово. Люди набились в зал ожидания, как сельди в бочку, потому что авиакомпании не отменяли рейсы, а только передвигали время вылета. Это очень удобно, когда не хочется тратиться на пассажиров, компенсируя им время, время задержки разными ништяками. Вот так просто отодвигаешь потихоньку на 15 минут, на полчаса, на час, на два. Понятно, у кого они это научились. Не осталось у власти столько, сколько хочется, а просто обнулил сроки. Не путайте. Как говорится, учатся у лучших. Ну да ладно, это мы оставим на совести авиакомпании. Однако, давайте посмотрим на фотографии еще раз. Удивительно, что ни Роспотребнадзор, ни Следственный комитет, никто бы то ни был, еще не нашел здесь никаких нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Ничего страшного, что столько людей набились и сидят. Это нормально, нужно подождать, перетерпеть и сплотиться. Это в то же самое время, когда муниципальный депутат Люся Штейн, Любовь Соболь, Георгий Албуров и другие соратники Навального продолжают сидеть под домашним арестом по обвинению в нарушении вот этих самых пресловутых санитарных норм, нарушенных тем фактом, что они просто вышли на улицу. Ну а в Домодедово никаких нарушений санитарных норм не обнаружено. И это, кстати, очередной маркер того, кто такая российская власть. Это люди, у которых вообще нет ничего святого. Они готовы прикрываться всем, чем угодно. Есть ветеран, круто, они возьмут и прикроются им. Есть эпидемия, еще лучше, и тоже можно использовать в своих целях. Если выгодно включать эпидемию, если невыгодно, выключают. Разве мы не видели, чем закончились игры с любительником ковида? По показателям смертности от коронавируса Россия вышла на первое место на душу населения. То самое несерьезное отношение к вирусу, когда нужно было обнуляться и голосовать на пнях. Всем было плевать напосредствую. Людей-то у нас 140 миллионов, а человек, которому нужно обнулиться только один и думать нужно только о нем. А ему в бункере в 16 этажей чего переживать, то ни одна корона не проникнет. Тем более, что одна корона там уже все-таки есть. Еще одно безумное дело по итогам ненварских акций протеста проходит, как всегда, на Кубани. История из разряда «Если есть на свете безумный край, это, как вы понимаете, Краснодарский край». В прошлую пятницу там начался суд на 33-летнем блогерам и музыкантам Владимиром Егоровым. Его обвиняют в том, что 23 января он забрался на статую казака на коне и спустил штаны, показав казачеству голую задницу. Сначала его арестовали на 10 суток, но кому-то этого показалось мало. И теперь его намереваются судить по статье «Хулиганство», где наказанием за голую задницу может стать реальный срок до 5 лет лишения свободы. То есть отец двоих детей может уехать на 5 лет из-за того, что казаки оскорбились тем фактом, что им показали голую жопу. Казаки, как мы знаем, люди вообще очень трусливые, а уж оскорбить их чувства вообще легче легкого, раз уж даже голая задница способна лишить их всех чувств. Тем более странно, что казаков никак не оскорблял тот факт, что члены банды цапков в Кущевке десятилетиями насиловали их сестер, насиловали их дочерей и матерей. Насилие цапков казаков никак не возмущало. Тогда они спокойно смотрели на все творящееся бесчинство, засунув свои языки все в ту же жопу. Казаков совершенно не смущало то, что цапки обложили их данью, отобрали у них все, что только можно, обожали с ними как с рабами. Их не размутил даже тот знаменитый громкий случай, когда одного из казаков изнасиловал дагестанец, что в свое время стало очень нашумевшей новостью. На самом деле на месте памятнику казачеству, тому самому, на котором залез Владимир Егоров, должен стоять памятник униженному изнасилованному казаку. Ведь судя по всему вышеперечисленному ничего другого они не заслуживают. Они могут нападать только кучей, при обязательной поддержке со стороны товарища майора, а сами по себе эти ряжные клоуны не способны ни на что. Как выяснилось из страшной истории из тайницы Кущевки, они не способны защитить даже собственные семьи. А сколько еще таких по сей день никому не известных Кущевок в Краснодарском крае? даже страшно предположить. Но до этого казакам нет никакого дела. Ведь все, что они могут, это строчить доносы в интернете, могут преследовать обычных людей при помощи властного сапога. А как только казак оказывается один на один с настоящей опасностью, с какой-то силой казак сам покорно снимает штаны и становится в привычную ему позу. В современной России трудно найти что-то более ущербное и позорное, чем нынешнее казачество. О итоге сегодняшнего вестника оптимизма мы подведем вот такой фотокарточкой из Курганского села, где прошел крестный ход против коронавируса. Как мы видим, прямо напротив магазина Корона. Единственное, чего не хватает для полноты картины, это какой-нибудь бутылки пива Корона. Но, как мы знаем, мир несовершенен и всегда есть куда развиваться. И, чтобы у меня тоже был стимул двигаться вперед, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты, отправляйте ссылки своим знакомым и храни вас кто-нибудь, кого вы верите, ну или как минимум в себя. Идите спать, вам еще хайпится и постится. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok